Привет-привет! Сегодня я вам расскажу 11 мифов о волосах. Эти мифы я нашла на просторах интернета и просто не могла ими с вами не поделиться. Честно сказать, я сама думала о некоторых фактах, что это правда. На самом деле это полная ерунда. Я хочу вам рассказать об этих фактах, чтобы вы тоже не вводили себя в обман. Если волосы выпадают, то это плохо. Это абсолютная ерунда. За учетом того, что у вас нет никаких заболеваний, которые приводят к выпадению волос. У нормального человека ежедневно с головой выпадает от 150 до 200 волосков. Миф номер 2. Некоторые средства могут заставить расти волосы быстрее. К нашему большому сожалению, это неправда. Это относится к уходовым средствам домашним и покупным, даже самым дорогим. А все потому, что скорость роста волос это генетическая характеристика вашего организма. Средний рост волос это 1 см в месяц. Чтобы помочь волосам расти быстро, насколько они могут, просто ухаживайте за ними. Не допускайте, чтобы волосы ломались и сильно их не пересушивайте. Используйте только самые необходимые процедуры для волос, потому что избыток всяких действий с вашими волосами тоже плохо сказывается на их росте. А следующий миф я знала уже давно. Это то, что шампунь и кондиционер для волос нужно носить на всю длину волос, начиная от корней. Это неправда. Важно знать, что шампунь очищает не волосы, а кожу головы. Его нужно носить только на корни. И при процессе смывания шампуня, пена, которая образуется при митии головы, автоматически моет вашу длину волос. Это достаточно для того, чтобы волосы были чистые. Что касается бальзама или маски, их нужно наносить отступая от корней волос, чтобы волосы блестели и хорошо расчесывались. Наносить бальзам или маски на корни вовсе не обязательно, потому что корни сами по себе выделяют кожный жир и их не нужно увлажнять. Следующий факт тоже поверит меня в шок, потому что везде все говорят о том, что сушить волосы феном это плохо портит волосы и сушит волосы. Оказывается, это миф просто ерунда. Интернет-источник говорит нам, что эта информация продива только на 50%. Фен влияет плохо только на голый волос, то есть волосы не покрыты термозащитой. Если перед использованием фена или какого-то утюжка вы покроете волосы термозащитой, то вашим волосам не страшны пересыхания и повреждения. Также, если вы сушите феном волосы, держите его на расстоянии 10-15 см от головы от волос и все с нашими волосиками будет в порядке. Я надеюсь, о следующем мифе знают все и никто не делает такую ошибку, что если часто стричь волосы, то они растут быстрее. Это неправда. Все очень просто. Когда мы обстригаем длину волосы снизу, они не будут расти быстрее, потому что рост волос начинается от корней головы. Остригая длину и кончики волос, вы просто придаете волосам опрятный вид и они выглядят здоровее, но на рост волос это ни в коем случае никак не влияет. Смежный факт о волосах говорит о том, что бритье не влияет на густоту волос. Вы сбрываете именно то количество волосков, которое было до этого. Поэтому есть люди, которые говорят, что если побредить ноги, то волосы начнут расти и быстро и гуще. Это полная ерунда. Следующий миф касается детских волос. Он гласит о том, что если годовалому ребенку обрезать волос, то они станут гуще. Это неправда. Почему это ерунда? Все дело в том, что детские волосы не похожи на взрослые. Они более тонкие и имеют меньшую пигментацию. За период от нуля до годика волосы ребенка практически меняются, выпадают и на их месте растут хорошие взрослые, так сказать, волосы, у которых пигментация намного лучше. Они кажутся гуще, поэтому родители думают, что если постыщу ребенка, то волосы вырастут лучше. Они в любом случае вырастут лучше. Поэтому не бойтесь и не стригите своих детей в таком возрасте. Следующего мифа я тоже была в шоке, потому что на моем канале очень много видео по этому поводу. Он гласит о том, что кератиновое выправление волос полезно для них и хорошо на них влияет. Указывается это в принципе неправда. Несомненно, кератиновое выправление волос придает волосам красивый вид и они становятся прямыми. Но не все знают, что в составе для выправления волос кератином содержатся вещества, которые использовались раньше нашими мамами и бабушками для химической завирки. А это очень плохо влияет на наши волосы. Следующий миф меня, если честно, позабавил. Я даже не знала, что некоторые люди думают, что у блондинок меньше волос, чем у брюнеток. Все потому, что идет обман визуально. Люди думают, что темные волосы более густые, чем светлые. Оказывается, у блондинок больше волос на голове, чем у брюнеток. Представляете? Да, их волосы несомненно намного тоньше, но из-за того, что волосы тонкие и светлые, это не значит, что их мало. Следующий миф о том, что постоянное ношение пучков, хвостиков, косичек портит волосы и просто ужасно на них влияет. Это все из-за грунта. Единственная правда в этом мифе в том, что если вы завязываете пучок или хвост, и при ношении хвоста болит голова, тогда это плохо влияет на волосы. Если вы используете слишком острые, тугие шпильки, которые вдавят на голову, это тоже очень плохо влияет на волосы и на кожу головы. Скажу вам больше того, обычный аккуратный хвостик или пучок, который не сильно затянут, может даже спасти ваши волосы от некоторых повреждений. Никогда не думала, что некоторые люди думают, что перхоть заразна. Перхоть возникает из-за того, что сальные железы нашей головы очень хорошо и продуктивно работают, и вследствие этого происходит отшелушивание маленьких частичек кожи нашей головы, что называется перхоть. Следующий миф гласит о том, что женские и мужские волосы отличаются. Никогда об этом не думала. Катура волос мужчины и женщины, она идентична. Единственная разница, которая приводит к тому, что мы верим в этот миф, что волосы разные, это то, что женские волосы под воздействием фена, плойки, всяких моющих разных средств, масок, выпрямлений, становятся тоньше и немножко тускнеют. Мужские волосы, они красивы от природы, их они никак не укладывают, расчесался и пошел. Поэтому и кажется, что волосы настолько разные у нас с мужчинами. Теперь вы знаете об этих фактах, которые мешают нам отрасли хорошие волосы. И надеюсь, теперь вы не будете заблуждаться в некоторых мифах, а будете следить и ухаживать за своими волосами. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Пока!